Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Елена Леонсина, расскажите, пожалуйста, насколько актуальна проблема онкопатологии женской репродуктивной системы в настоящее время? В нашей стране, как и во всем мире, в последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости онкопатологией, и это вызывает большую настороженность. В нашей стране необходимо осознать, что мы живем в таких условиях, когда заболеваемость будет расти, и наша задача состоит в том, чтобы при росте заболеваемости мы были способны оказать необходимую помощь, провести адекватное лечение и сохранить жизнь нашим пациентам. Растет заболеваемость различных локализаций, но то, что касается конкретно опухолей женской репродуктивной системы, то здесь безусловным лидером является заболевание молочной железы, и следом, наверное, стоит акцентировать внимание на патологии шейки матки. Рак шейки матки, к сожалению, он неуклонно растет, но помимо того, что он растет, он еще катастрофически молодеет. Каждым годом мы видим случаи заболевания в более юном, скажем, даже у возрасте, 20 лет, в общем-то, это уже такой возраст, когда патология на шейке матки, онкопатология может себя проявить, как сформированное заболевание. Что касается рака тела матки, то в нашей стране это наиболее благоприятная, наверное, локализация из всей онкопатологии, потому что благодаря ранним симптомам, наверное, только при раке тела матки мы имеем действительно раннюю симптоматику, которая позволяет нам диагностировать заболевание на первой стадии в большинстве случаев и обеспечить тем самым хороший результат лечения. Рак яичников — это всегда проблема, она была, есть и будет. Рак яичников называют немым убийцей, потому что симптомы появляются, к сожалению, при этом заболевании только на третьей-четвертой стадии, когда женщина действительно обращает внимание на изменение своего самочувствия и обращается за медицинской помощью. Поэтому, что касается онкопатологии женской репродуктивной системы, безусловно, надо понимать, что профилактические осмотры, ввиду отсутствия первых явных симптомов, говорящих о том, что это действительно серьезная проблема со здоровьем, они должны стать нормой нашей жизни, в общем-то, и каждая женщина должна понимать, что залог долгой счастливой жизни — это забота о своем здоровье и регулярные профилактические осмотры для того, чтобы доктор мог заметить первые симптомы неблагополучия, дообследовать женщину. Но если опухоль развилась, если случилась эта серьезная болезнь, то высок шанс обнаружения ее на ранней стадии, и, соответственно, мы можем гарантировать хороший исход в такой ситуации после проведения соответствующей терапии. Вот скажите, пожалуйста, симптоматика, понятно, что выявляется у каждого рака на определенном этапе, где-то раньше, где-то позже. А если говорить о причинах возникновения, можно ли как-то назвать самые основные, что может провоцировать? Ну, наверное, ключевой игрок здесь, основное звено — это наша иммунная система. Все больше мы говорим о роли иммунитета, и мы понимаем роль иммунитета в контроле над развитием не только онкологической патологии, но и банальных вирусных инфекций, других серьезных заболеваний. Нарушения иммунной системы приводят к аутоиммунной патологии в ряде случаев. И, безусловно, иммунная система — это тот сторож, который оберегает наш организм как от внешних каких-то факторов угрозы, таких как пестициды, какие-то хронические стрессовые ситуации у человека в жизни, вирусы, бактерии, так и внутренние. Это те мутации, которые периодически случаются, так или иначе, в нашем организме, имеют свойство накапливаться с течением времени. Поэтому иммунная система — это, наверное, то звено, которое требует пристального внимания, и поэтому сейчас особое значение имеет разработка иммунотерапии для лечения онкологической патологии. Все новые направления в терапии, они так или иначе, исходят из активации иммунной системы против роста опухоли. Иммунная система у каждого человека имеет свои какие-то особенности. Во многом это связано с микробиомом. Сейчас говорят о том, что микробиом у человека, он меняется, он совершенно различный при различных группах заболеваний, будь то аутоиммунные, хронические заболевания в желудочно-кишечном тракте или онкопатология. И появляются очень интересные исследования по поводу того, что при изменении микробиома, то есть той микрофлоры, которая в организме у человека существует, а ее достаточно много, если посчитать все эти бактерии вместе и сложить их общую массу, то они тоже, в общем-то, имеют существенное значение и влияют на характер заболеваний, которые развиваются у человека. Если посмотреть на конкретные причины при опухолях определенных локализаций, то здесь надо обратить внимание на то, что при раке шейки матки, безусловно, доказана инфекционная природа развития заболевания. Вирус папилломы человека присутствует и обнаружен у всех практически женщин, которые заболели раком шейки матки. И в то же время есть исследования, которые подтверждают, что если женщина не жила половой жизнью, у нее не было половых контактов, то она не может заболеть раком шейки матки. Поэтому считается, что если у женщины был хотя бы один половой контакт в жизни, в принципе, она уже находится в зоне риска по развитию рака шейки матки. И неважно, как давно она последний раз имела половой контакт, но она должна регулярно проходить профилактические осмотры. Вирус папилломы человека очень распространен. И не надо бояться, наверное, обнаружения этого вируса, особенно в молодом возрасте, потому что организм в большинстве случаев способен защищаться от этого вируса при здоровой иммунной системе, при хорошем состоянии здоровья. И через какое-то время этот вирус имеет свойство исчезать без какого бы то ни было лечения с нашей стороны. Если этот человек молодой, если у него нет дополнительных факторов риска, он не курит, ведет разумную половую жизнь и заботится о своем здоровье. Надо сказать, что профилактика рака шейки матки, она достаточно эффективна, она имеет разное проявление. Это может быть первичная профилактика, как вакцинация, это может быть лечение уже выявленной предраковой патологией. Большим плюсом является то, что патология на шейке матки развивается во времени. Поэтому мы имеем достаточно большой запас времени для того, чтобы не допустить развития рака шейки матки, диагностировать определенные предраковые изменения. Но для этого женщина должна приходить на профосмотр. Основной метод диагностики – это цитологический. Мы берем мазки, к забору мазков женщина должна быть подготовлена соответствующим образом. Об этом, к сожалению, доктора многие забывают предупреждать женщин. В течение двух суток накануне исследования женщина должна избегать половых контактов, у нее не должно быть кровянистых выделений, каких-то признаков воспаления в нижних отделах половой системы. И таким образом она готова для обследования цитологического на предмет выявления признаков патологии шейки матки. Если такие признаки мы выявляем, мы проводим дополнительные методы обследования. И таким образом, либо женщина направляется на дальнейшее лечение, либо она будет наблюдаться в режиме профосмотров в дальнейшем. Мы видим, что вообще проблемы онкопатологии репродуктивной женской системы обсуждаются на широком таком уровне и мировом масштабе. Совсем недавно в Каире прошла 12-я международная конференция по онкопатологии женской репродуктивной системы. И вы также принимали активное участие. Расскажите, пожалуйста, какие страны присутствовали и вообще, насколько было интересен, само мероприятие было интересно и насколько был интересен такой опыт участия? Это был очень интересный опыт по той причине, что 12-я международная конференция по онкопатологии, она называлась Breast Gynecological Immunological Cancer Conference, является самой масштабной и престижной в регионе Ближнего Востока и Африки. Эту конференцию организовало общество BGICS, и это общество является как бы аналогом европейского общества по онкогинекологии. Более 3000 участников из стран Ближнего Востока, стран Африки и более 100 приглашенных спикеров со всего мира, ключевые фигуры, которые занимаются и являются лидерами в изучении и лидерами по имеющемуся опыту, накопленному опыту в проблеме онкогинекологии и различных предраковых состояний репродуктивной системы женщины. Эта конференция объединила всех специалистов, которые так или иначе связаны с лечением, диагностикой, профилактикой. Это онкогинекологи, это онкохирурги, которые занимаются лечением патологии молочной железы, это онкогенетики, иммунологи, клинические онкологи, которые занимаются лекарственной терапией, это радиологи, специалисты палеотивной хирургии. Очень большое внимание отдельные секции были посвящены патоморфологии. Собрались патоморфологии для того, чтобы определить ориентиры и критерии качества проведения патоморфологического исследования. Вы представляли нашу страну в качестве спикера от Беларуси. Какие вопросы рассматривали вы в своем выступлении? Мне было очень приятно, что организационный комитет счел возможным пригласить меня в качестве спикера для участия в этой конференции. Моей задачей было представить на секции онкогинекологии проблему наследственной предрасположенности к развитию рака яичников и рака молочной железы, ассоциированную с мутациями в генах БРЦ1. В своем выступлении я попыталась обобщить мировой опыт и представила наши собственные разработки. Мы занимаемся изучением этой проблемы уже более 10 лет. Тесно сотрудничаем с исследовательским центром в Польше, в Поморском медицинском университете, с коллегами из Санкт-Петербурга, с федерального центра имени Петрова по изучению именно наследственной предрасположенности к развитию рака яичников, рака молочной железы, особенностей терапии этих больных. Если уже переходить на грудненский опыт, сколько вообще медиков вовлечены в этот процесс? Какая команда работает над тем, чтобы держать ситуацию под контролем, что касается именно онкопатологии женской репродуктивной системы? И как давно Вы занимаетесь этим вопросами? Мы изучаем наследственную предрасположенность пока в рамках научных проектов при поддержке Гродненского медицинского университета. Активно используем возможности нашей научно-исследовательской лаборатории. Делаем мы все это на базе Гродненской университетской клиники. Там у нас функционируют онкологические отделения. И, безусловно, ряд задач мы решили с помощью финансовой поддержки Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Мы действительно имеем уникальную ситуацию, когда каждый четвертый случай рака яичников, он имеет генетическую предрасположенность. И эта генетическая предрасположенность может быть диагностирована, установлена двумя простыми тестами. Это дает нам возможность не только индивидуализировать лечение тех пациенток, которые заболели раком яичников, но и активно работать по профилактике, первичной профилактике рака яичников. У нас сейчас есть методы рискоредуцирующей хирургии. У нас есть достаточно возможностей для детального обследования пациенток, которые попадают в группу высокого риска, если действительно имеют наследственную предрасположенность. Ну и если, так вот резюмируя, вышесказанное, что нужно делать каждой женщине для того, чтобы оставаться здоровой? Ну, наверное, каждой женщине, чтобы оставаться здоровой, надо делать две вещи. Надо заботиться о своем здоровье, здоровый образ жизни, здоровое питание, физическая нагрузка, избегать стрессов или правильно реагировать на то, что происходит в жизни нашей ежедневно. И вторая часть, безусловно, необходимая для сохранения здоровья – это профилактические осмотры и обращение к специалистам при малейших признаках неблагополучия. Пусть лучше женщина лишний раз пройдет обследование, если ей показалось, что где-то что-то ее беспокоит, чем по ряду причин она откажется от визита к доктору. И таким образом мы увидим развитие заболевания в более поздней стадии. Огромное спасибо вам, Елена Леонтьевна, за интересную беседу. Напомню, сегодня мы говорили об онкопатологии женской репродуктивной системы. Смотрите нас на канале Беларусь4, а также на сайте этогогродно.бай. Увидимся. Всего доброго.